Hey, всем огромным привет из Америки, меня зовут Юлия, и в этом видео я решила вам снять видео номер два, даю вам советы, как выучить английский, yeah! Я буду рэпером, когда вырасту. В этом видео я дам советы, что? В этом видео я дам советы, как выучить английский, потому что мне опять попросили такое видео, и если вам нравится это видео, ставьте пальцы вверх, я буду продолжать их снимать и помогать, 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 и помогать вам учить английский, так что поехали! Чтобы начать понимать английский, конечно же, нужно читать. Когда я приехала в Америку, мне говорили читать очень много комиксов, потому что они легкие, и там слова не сильно тяжелые, и с картинками, поэтому будет легко понимать, и в то же самое время вы будете практиковать ваше чтение. Но если вы хотите читать хорошо на английском, то, конечно же, читайте вслух. В последнее время я стала замечать, что на испанском я читаю не очень хорошо, потому что я всегда читала про себя, но как только я начала читать вслух, я поняла, что через две недели у меня испанский начал улучшаться, и я начала читать лучше, потому что я читала вслух. Ну а также старайтесь учить не одно слово, а полные фразы. Когда вы нашли новое английское слово, не выписывайте просто его, а вы пишите всю фразу и перевод его. Так вы будете знать, как использовать это слово и где оно используется. Ну а также, если вы начинаете учить английский только вот начали, то не надо сразу учить грамматику. Грамматика как бы вас учит думать перед тем, как вы говорите, но чтобы заговорить автоматически по-английскому, вы должны просто говорить, а не думать, как использовать грамматику в голове. Поэтому не начинайте с грамматики, а начинайте с фраз. И знаете, я заметила, что очень часто люди боятся говорить на английском, потому что у них нехорошая грамматика. Но если вы хотите говорить на английском, то вы не должны ничего бояться. Даже если у вас не самая лучшая грамматика, просто говорите. Если вы говорите, это уже хорошо, вы не стесняетесь, а просто говорите. Это вам поможет. Когда люди боятся говорить на английском, это уже приносит им минус. Они уже не могут выразить себя, и из-за этого у них появятся комплексы в английском. Но даже если у вас грамматика не сильно хорошая, говорите, потому что вас поймут. Когда я переехала в Америку, у меня вообще с грамматикой было плохо все, но я говорила даже с плохой грамматикой, и американцы меня понимали, потому что суть предложения все равно будет, ее будет легко понять. Но также слушайте английский. Чем больше вы слушаете, тем больше вы привыкнете к произношению слов. Но также многие слова вам запомнятся, и в следующий раз, когда вы начнете говорить, вы сможете их употреблять. А также на интернете есть очень много игр, я что-то тип пошутнула, которые можно играть. Я оставлю, наверное, 5 ссылок внизу, и там будут разные игры с английским языком, и вы можете заходить и практиковать, когда вам скучно. Но также в ВКонтакте есть очень-очень много интересных групп, которые также с английским языком. Я оставлю на них ссылки, они очень классные группы. Нет, они меня не спонсируют сейчас, я просто смотрела и говорю. Очень часто они пишут фразы на английском и перевод на русском. Это очень хорошо, потому что у них есть фразы на разные темы, и я оставлю вам ссылочки в описании на все. Заходите и смотрите на эти фразы. Они на самом деле очень хорошие, и я уверена, что они вам помогут. Ну и, конечно же, очень важно ставить себе голы или цели, которые вы достигнете. Мне кажется, что учить английский это то же самое, как похудение, или любую цель, как любую. Любую цель, которую вы ставите. Например, можно поставить себе такую цель. К концу месяца я буду знать все английские фрукты, как и говорить на английском. К концу месяца вы можете поставить галочку, что вы выучили все фрукты или овощи, или какую-то тему. Если у тебя есть друг, который тоже хочет выучить английский, то вы можете вдвоем практиковать. Да, это может быть смешно, вам будет неудобно первые моменты. Но если вы хотите знать английский, то пожертвуйте этими пяти минутами, и просто посидите и поговорите на английском, или переписывайтесь на английском, не используя Google Translate. Я хочу вам сказать, что если вы будете фокусироваться только на грамматике, то вас это запутает, поэтому лучше учите фразы, слова. Но если вы сразу будете с грамматикой, она вас запутает и только принесет больше стресса. Очень часто у людей будет огромный запас слов английских, но они не будут знать, как их соединить и поставить вместе. Поэтому, как я сказала, лучше все-таки учить фразы. Если вы будете только читать и слушать английский, это вам не поможет, я в этом уверена. Вы должны практиковать. Практикуйте дома, с друзьями, на улице, с кем угодно. Это важно. Надо практиковать английский. Если бы я не практиковала английский с американцами в школе, я бы его, наверное, вообще не знала, потому что слышать и читать это одно, но говорить это уже гораздо труднее, поэтому старайтесь как бы говорить больше. Ну и, конечно же, учите то, что вам надо. Не надо учить всякие темы, которые вам не пригодятся. Например, если вы хотите знать просто разговорный, вам не надо учить про то, как построить дом. Учите то, что вам надо, и на самом деле вы сможете использовать каждый день. И если вас уже интересует, как построить дом, то, конечно же, после того, как вы знаете самые простые фразы, учите то, как построить дом. Я надеюсь, что вам это видео понравилось. Если так, то поставьте пальчики вверх. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Если бы вы хотели еще такие видео, ставьте пальчики вверх. А я вас всех увижу в следующем видео. Писам! Пока!